Большинство наших граждан не доверяет ни российским властям, ни отечественным производителям. Давайте представим, что мы сможем убедить появиться еще, ну, хотя бы 10% россиян. Это 14 миллионов человек, для которых риск тяжелых осложнений уменьшается в 10 раз. Многие россияны едут в страны Евросоюза за так называемые бустерные дозы признанной вакцины. Летом в России начали появляться даже объявления о так называемых вакцинных турах в Сербию. Так что приезжайте, просто идете и пребываетесь абсолютно бесплатно. Привет, это Дмитрий Гудков. Недавно я призвал российские власти закупить лучшие мировые вакцины от коронавируса, чтобы дать россиянам право выбора. Тысячи людей умирают каждый день, а режим все играет в свою вот эту вакцинную геополитику. На свой рынок никого не пускает, и даже частным клиникам запрещает их ввозить. Вы можете посмотреть этот ролик вот по этой ссылке. Тем более дело, похоже, идет к принудительной вакцинации. Многим еще предстоит ревакцинироваться. Я сам сначала привился спутником, ну, и вообще считаю эту вакцину качественной. Но понимаешь, что большинство наших граждан не доверяет ни российским властям, ни отечественным производителям. Ну, с этим, мне кажется, ничего не поделаешь. При этом некоторые из них, а я получил огромное количество сообщений, писем и комментариев, готовы были бы привиться тем же Pfizer или Moderna. Я считаю, что в стране, в которой только официально от пандемии умирает больше тысячи человек каждый день, людям нужно дать возможность самим выбирать, как защищать себя от коронавируса. Ну, срочно регистрировать Pfizer с AstraZeneca, как вы понимаете, никто в правительстве не собирается. Партия в геополитические шахматы еще не закончена. Видимо, цифры смертности все еще недостаточно пугают обитателей кремлевских кабинетов. Зато мое воззвание спровоцировало бурную общественную дискуссию. А еще поступило много сообщений от вас с вопросами, а где можно привиться, сколько это будет стоить, ну и так далее. Чтобы легально путешествовать по Европе в пандемию, многие россияны едут в страны Евросоюза за так называемые бустерные дозы признанной вакцины. Я собрал информацию и, чтобы не отвечать отдельно каждому, решил записать инструкцию, как получить международный сертификат о вакцинации, признанный ВОЗ. Надеюсь, вам она будет полезна. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментарии. А мы начинаем. Начнем с тех стран, куда проще всего попасть и где, ну, не нужно хитрить, потому что их правительство проводит достаточно ясную и понятную вакцинную политику. На первом месте, безусловно, Сербия. Россияне могут выезжать в Сербию на 30 дней по загранпаспорту без всякой визы. Все, что вас попросят на въезде, это отрицательный ПЦР-тест, который нужно сделать там не позднее, чем за 48 часов до прибыти. Так что приезжайте, просто идете и прививаетесь абсолютно бесплатно. Вообще, аттракцион вот этой щедрости начался с того, что весной у сербов в Закрамах оказалось 25 тысяч доз Астрозенники с истекающим сроком хранения. Вот, и они пригласили соседей с Боснии, с Северной Македонией бесплатно прививаться. Не пропадать же ценной вакцине. И с тех пор практику прививать иностранцев оставили. Только сейчас нужно записаться через правительственный портал. Летом в России начали появляться даже объявления о так называемых вакцинных турах в Сербию. Вот, и теперь в сентябре чиновники легализовали вакцинный туризм, чтобы привлекать больше туристов в страну. Прививку можно сделать в Белграде по пятницам, субботам и воскресеньям. На выбор там предлагается Pfizer, AstraZeneca, китайские Sinopharm и даже Sputnik. Начальная цена за всю поездку порядка 600-800 евро. Это 50-60 тысяч рублей на человека. Можно самостоятельно купить билеты и забронировать отель. А можно купить так называемый вакцинный тур. Все то же самое, только от турагентства. Но обязательно убедитесь, что у него хороший отзыв. Итак, следующая страна Армения. Для въезда в Армению достаточно просто ПЦР-тест. Там вакцинацию делают всем желающим туристам старше 18 лет по предъявлению загранпаспорта в мобильных пунктах вакцинации. Туристам колют AstraZeneca и Sputnik. А для граждан страны доступны Moderna, китайский Sinovac и Sinopharm. Привиться в Армении заметно дешевле. Перелет и съем жилья на три дня сейчас можно уместить где-то там 20 тысяч рублей на человека. Ну, понятно, что потом придется прилететь за второй дозой. Либо насладиться армянским гостеприимством и задержаться в Ереване на три недели. В Черногории прививки тоже доступны туристам. Чтобы попасть в эту страну, виза вообще не потребуется. Если вы, конечно, не собираетесь гостить там больше месяца. Нужно будет сделать ПЦР-тест, либо тест на антиген. Или справка о перенесенном ковиде. Затем вы платите туристический сбор. Для этого нужно найти прививочный пункт и получить укол либо AstraZeneca, либо Pfizer, либо Sinopharm. В зависимости от ваших предпочтений, поездка на пару дней будет стоить, ну, наверное, от 30 тысяч рублей. Но можно задержаться и подольше, полюбоваться видами горы и Адриатики. Далее по степени доступности следует Грузия. Россиянам не нужна виза, чтобы поехать в Грузию. И оставаться там можно спокойно целый год. Но, однако, у нас нет прямого авиасообщения с Тбилиси, так что лететь придется, скажем, через Стамбул. И, сами понимаете, билеты будут дороже. Зато жилье там очень дешевое, так что стоимость поездки за прививкой будет, ну, примерно как в Черногории. В Грузии есть AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac. Последняя страна, куда не нужна виза, это Украина. Тем не менее, после аннексии Крыма, сами понимаете, попасть в нее сможет не каждый. Ну, во-первых, нужно иметь приглашение. Во-вторых, пройти собеседование по прилету. И я лично знаю случаи, когда мужчин депортировали без объяснения причин. Но, тем не менее, если у вас есть возможность добраться до Киева, то за 278 гривен, это около 750 рублей, вы сможете получить два укола Pfizer или Moderna. Правда, иностранцам вакцины доступны только в одном месте. Это поликлиника на улице Саксаганского, дом 100. Так что на месте вас может ждать очередь. Мне лично повезло, когда я в Киеве вакцинировался Pfizer, народу было мало. Еще есть Молдова. Но ее я не предлагаю, так как, помимо очередей, вакцина может там вообще закончиться, так как это периодически там случается. Дальше. Допустим, у вас шенгенская виза. И вы хотите побыстрее и попроще получить вакцинный сертификат европейского образца. Поэтому можно попытать счастье в странах Европейского Союза. Начнем с Болгарии, где я сейчас и нахожусь. Здесь можно бесплатно, абсолютно бесплатно привиться Pfizer. Если ехать сейчас, то дорога за каждым уколом будет стоить порядка 15 тысяч рублей. Летом билеты будут дороже и, возможно, в очереди. Румыния тоже бесплатно прививала иностранцев летом, но сейчас прекратила. Я думаю, что ближе к туристическому сезону такая возможность вновь появится. Так что я вам рекомендую следить за новостями из Румынии. Далее Хорватия. Цена и условия будут в этой стране примерно на уровне Черногории. Там 37-37 тысяч рублей. Но нужно еще закладывать визовый сбор и время на оформление. Доступные вакцины это AstraZeneca, Pfizer, Moderna и даже Johnson & Johnson. Кстати, последняя вакцина, напомню, это всего один укол. То есть можно успеть все сделать буквально за один день, если повезет. Наши соотечественники также успешно вакцинировались в Венгрии. В Будапеште можно абсолютно бесплатно сделать прививку Johnson & Johnson. Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Подводный камень здесь в том, что вообще-то разрешение на вакцинацию было дано жителям приграничных территорий. Россия большая, но с Венгрией не граничит. Поэтому теперь воспользоваться лазейкой стало труднее, хотя все еще возможно. Греция тоже сложный бюрократический случай. Страна признает российские вакцины, поскольку и нужны российские туристы, то есть вы можете туда прилететь. Но чтобы привиться там Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson, нужно получить временный номер соцстрахования. А это может занять почти месяц. Но если вы получите заветную бумажку, то сможете привиться вполне спокойно. Впрочем, нашим турфирмам каким-то образом удалось обходить это ограничение. И они продают туры в Салонике за 70 тысяч рублей. Рисковать при этом я не советую. Но если вы и так собрались провести месяц в Греции, то можно попробовать привиться и там. Более сложный вариант это страны вроде Франции, Испании, Италии. Наши бравые вакцинные туристы совершали путешествие туда через Венгрию или Грецию, чтобы бесплатно привиться Pfizer. Но здесь нет никаких гарантий. Как минимум, потому что официально эти страны, в общем-то, закрыты для туристов, включая их вакцинных туристов. Но если вам вдруг удастся туда попасть, то, например, в Италии даже с сертификатом от спутника можно сделать бустер, признанный Всемирной организацией здравоохранения вакцины. И обзавестись вот этим гринпасом. Германия тоже закрыта для туристов. Но если у вас есть веская причина быть там, не знаю, свадьба, родственников, учеба, работа, то вы можете совместить приятное с полезным и привиться. Но, к сожалению, в Германии это будет не бесплатно, я бы даже сказал, очень дорого. Только один укол Pfizer обойдется в 600 евро, а их нужны два. Однокомпонентная прививка Johnson & Johnson будет стоить более 800 евро. А в Нью-Йорке, наоборот, вам заплатят еще 100 долларов или дадут скидочный сертификат на эту сумму, если вы привьетесь в Pfizer. Только попасть туда сейчас очень сложно. Даже если у вас есть виза, то при регистрации на рейс вам нужно будет иметь не только ПЦР-тест, но и сертификат о вакцинации. И вакцина должна быть одобрена либо американским Минздравом, либо Всемирной организацией здравоохранения. Как вы понимаете, спутник В не подойдет. Если вы уже смотрели мой предыдущий ролик про вакцинацию, а если нет, то посмотрите вот по этой ссылке, то вот вам еще один важный аргумент в пользу прививки. Минздрав США провел глобальное исследование и выяснилось, что у тех, кто переболел ковидом, риск заболеть снова в 5,5 раз выше, чем у вакцинированных. Треть наших граждан уже привита, больше трети не хотят вакцинироваться, а остальные колеблются. Ну, сомневаются, не доверяют спутнику, в конце концов, его ведь даже ВОЗ не признает, хотя, на мой взгляд, он эффективен. Но если дать нашим гражданам выбор, то многие привьются, и у нас будет меньше заболевших. Давайте представим, что мы сможем убедить привиться еще, ну, хотя бы 10% россиян. Это 14 миллионов человек, для которых риск тяжелых осложнений уменьшается в 10 раз. И все, что для этого нужно, это открыть страну для лучших мировых вакцин, как это сделали все цивилизованные страны мира. Одни привьются, другие ревакцинируются. В результате десятки тысяч спасенных жизней. С вами был Дмитрий Гудхов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч и не болейте!